Друзья, всем привет! Я Константин Ивлев, а значит вы на Ивлев Шеф Ченнел. Ну что, наступила эта прекрасная пора. Шарачье очарование. Блюда летом должны быть красочными, должны быть из сезонных продуктов. Продукт находится на пике своего вкуса. И самое главное, это ценообразование. Надо готовить то, что будет утолять не только голод, но и, соответственно, жажду. Поэтому сегодня для вас офигенный салат из голубого сыра, листья зеленой руколы. Чтобы вы понимали, это очень важно, потому что зеленый салат, свежие овощи, клетчатка, когда она начинает попадать в наш организм, она дает очень быструю работу для желудка. Он начинает переваривать всю ту херню под названием шашлык, машлык и тому подобное, что вы натрескали. Поэтому зелень в массы. Тогда будете такой же стройный, как я. Медово-лимонная заправка. Абсолютно верно. Для того, чтобы всегда была кожа гладкая и чинарик всегда стоял торчком. Конечно же, стекли сельдерея. И куда мы без яблок? В первую очередь мы сделаем с вами заправку. Заправка будет состоять из меда, но не гречишной. Это очень важно, потому что достаточно яркий вкус и нам он не нужен. Теперь, соответственно, лимон. Как я вас учил для того, чтобы из лимона выжать как можно больше сока. Вот так вот его сначала слегка помните. Косточки мне не нужны. Смотрите, какой красавчик лимончик. Видите? Над ситом я его протираю. Кстати, эта заправка офигенно подходит, как маринад для любой группы продуктов из мяса. Ну, кроме говядины, если честно. А рыб-морепродукты я вообще молчу. Так же, как и легкая заправка. Ну и, конечно же, небольшое количество оливкового масла. Как ни удивительно, я даже эту заправку не буду солить. Помимо всего этого прочего, конечно же, вода. Вода не имеет вкуса, но заправка не будет тяжелой, а она станет очень-очень легким дрессингом. Все перемешиваю. Обязательно попробую. Кстати, прям так и хочется спеть. О боже, какой мужчина. Я хочу от него шашлычок. А может быть, люляшку. Это я все про то, чтобы, ну, вы сами понимаете. Теперь поехали. Главное. Наполнение. Ну, вы понимаете, все продукты я покупаю в своем любимом магазине. Метро Кэшн Кири. Ну и, само собой, под маркой Метро Шеф. Мы, я и мои коллеги, профессиональные шефы, специально для вас подбираем продукты, которые сами по себе очень в правильном диапазоне соотношения цены и качества. Беру рукколу. Дам небольшое количество соли. Стебель сельдерея уникальный продукт. Про него ходит очень много всяких баек, что это продукт для мужиков. Типа ешь морковку, лук и хрен, станешь как Софи Лорен. Вопросов нет. Продукт хороший, качественный, свежий, но не обязательно для мужиков. Девчонки, я вам тоже советую. Просто-напросто это безумно вкусно. И, как я уже говорил, это полезно. А что касается мужиков, друзья мои, занимайтесь, соответственно, спортом и ешьте правильную еду. И вам не то, что сельдереи, но и все другие препараты для вашего чинарика просто-напросто не понадобятся. И вообще, если хотите быть настоящими мужиками, орлами, только Юля Шеф Ченнел вас спасет. Больше никто, поверьте мне. Сельдерей, конечно, можно стрескать так, но лучше всего его почистить, потому что у него есть кожица. Для того, чтобы почистить, берется экономка. Вот она, видите? И вот так вот мы берем и очень-очень-очень тонкий слой снимаем. А теперь все очень просто, режем. Теперь беру яблоко. Лучше всего, конечно, для этого блюда взять яблоко кисло-сладкое либо сладкое. Ну и с точки зрения красоты пусть оно будет красным. Все очень просто. Дальше вам нужен очень хороший нож. Не обязательно вырезать сердцевину. Теперь просто берем и стараемся очень тонко нарезать яблоко. Теперь в стиле веера Карпаччо вот так вот укладываем по блюду. Вот, перед тем как мы положим сыр, чтобы яблоко не потемнело. На всякий случай я одну часть заправки просто беру и вот так вот на яблоко поливаю. Теперь, ну вот, поддерживаю своих коллег. Сыр с голубой пресенью. Метро, шеф. Все очень просто, все очень удобно. Странно, почему сыр с плесенью пахнет богатством. Количество сыра зависит только от вас. И от вас. И от вас. Ну вы поняли, да? Кто сколько любит. Могу признаться честно, сюда не обязательно использовать сыр с голубой плесенью. Вы можете использовать сюда и соленые сыры, такие как домашняя брейнза, например, фитакса греческая. Вот прям руками берете и вот так вот прям ломаете. Теперь берем грецкий орех, который нам дает силы с точки зрения белка, как орех. Вот так вот добавляем. Для этого блюда я советую использовать либо грецкий орех, либо арахис, на крайня кешью и все. Количество грецкого ореха тоже зависит просто от того, насколько вы его любите. Я все-таки самую малость слегка присолю. У нас осталась заправка. Видите, какая? Теперь берем еще сверху медовая лимонная заправка. О, полили. Отлично. Теперь добавим небольшое количество перчика. Куда-то без него-то, да? Теперь, конечно, зеленый базилик. Все руками. Ну и добавим травку мою очень любимую. Называется она сумах. Вы ее часто можете встретить в восточных ресторанах. Посыпают. Это и есть такое дерево сумах. Его просто молит. Это маленькие такие красненькие плоды. Чем его плюс? Он имеет яркую кислинку. И в данном случае с учетом ореха и всего остального мы посыпаем еще небольшим количеством сумаха. Посмотрите, как все заиграло. Кстати, можете добавить, например, розовый перец. Тоже будет безумно очень красиво. Вот и все, друзья. Ну, наверное, сколько? Ну, 10. Хрен с ними. 15 минут вашего времени. И вы получаете вот такое вот шикарное, полезное, большое, вкусное, сезонное блюдо, которое делается из продуктов, которые, я уверен, на миллион процентов есть у каждого в холодильнике. Потому что сыр, рукола, оливковое масло, орехи, яблоко, это не роскошь. Это возможность жить, существовать и радоваться. А самое главное, конечно, смотреть Ивлев Шеф Ченнел. Друзья мои, приятного аппетита и, как всегда, до новых вкусных встреч. Пока-пока! Друзья, всем привет! Это я, Александр Антипин, и моя рубрика «Пора что-то принять» на Ивлев Шеф Ченнел. В этом выпуске мы поговорим о таких летних напитках, которые пьются на летних террасах, летних верандах. И называются они сприцы. Но в нашем случае мы будем готовить не классический, а интерпретированный мною. Коктейль под названием «Малиновый Савиньон Блан Сприц». Для приготовления самого летнего коктейля нам понадобится сезонная спелая малина, бутылочка Савиньона Блана из Новой Зеландии, немного льда, лимона. Возьмем за основу, чтобы закрепить и дать характеру нашему коктейлю. Светлый ром и сахарный сироп, который я уже неоднократно готовил и показывал в предыдущих выпусках. Один к одному. Категория коктейлей Сприц очень популярна в Европе, в Штатах и, в частности, в России. И вы меня спросите, почему не игристое вино? Да потому что Савиньон Блан – это самое летнее вино, самое свежее, вкусное и утонченное с точки зрения своего богатого аромата, в котором присутствуют маракуйя, крыжовник и зеленое яблоко. Охлаждаем наш шейкер, забрасываем побольше льда. Также заранее я подошел серьезно к этому вопросу и подготовил вот такой вот красивый бургундский винный бокал. Предварительно мы его также охлаждаем, забрасываем лед и забываем буквально на 1-2 минуты. За эти пару минут наш винный бокал идеально охладится, чтобы пить максимально прохладный коктейль. Далее для приготовления нашей малиновой базы мы берем свежую, спелую, ароматную малину. Примерно 8 ягод на наш коктейль и разминаем мадлером. Хорошенько проминаем нашу малину до пюреобразного состояния и 30 грамм светлого рома. Но если у вас есть на полочке хорошая бутылочка джина, вы также можете использовать для приготовления нашего сприца. Ребят, убедительная просьба, ни в коем случае не надо добавлять водку, а главное самогон. Это испортит наш коктейль. Далее сахарный сироп 1 к 1. 20 грамм. И немного лимонного фреша, дабы оттенить наш коктейль. Цитрусовыми нюансами. Помогает мне в этом сквизер. Буквально 10 грамм, не больше. Потому что вино, Sauvignon Blanc, оно очень кислотное. Выливаем талую водичку и хорошенечко шейкуем. Видим, что шейкер хорошенько запотел. Это говорит нам, что все, пора выливать. Выливаем сперва талую водичку. Она нам не нужна. И далее уже фильтруем нашу базу малиновую. Непосредственно винный бокал. Стрейнер, сито и потихонечку отправляем. И вот мы отфильтровали. Получилась розовая нежнейшая текстура. С выраженным малиновым ароматом. И немного запаха цитрусовых. Остается дело за малым. Нам нужно добавить наш Sauvignon. И загарнировать наш коктейль. Sauvignon Blanc. 100-120 грамм вполне будет достаточно на этот коктейль. Лед доверху и хорошенечко размешаем. Остается считанные штрихи. А это загарнировать свежей малиной и добавить цедру лимона. Поможет мне в этом нелегком деле экономка, пиллер, как угодно. Берем хороший жирный кусок цедры. Чтобы это эстетично смотрелось, нарезаем. Добавляем свежую малину. 2-3 ягоды вполне достаточно будет для гарниша. Чтобы приятнее пилось и чувствовались интересные цитрусовые ароматы, помимо нашего Sauvignon, в котором уже есть вот эта цитрусовая фруктовость, мы добавим немножко масел, лимона. Это дополнит общую картину нашего коктейля. Такую красоту помещаем пинцетом. Малиновый сприз готов. Желаю вам хороших летних вечеров с правильными коктейлями от меня вам. Подписываемся на канал Ivlev Chef Channel, ставим лайки, пишем комментарии, что бы вы хотели, чтобы я приготовил в следующем выпуске. И я приготовлю именно для вас. На этом все. До новых встреч. Всем вкусного лета. Пока-пока. Это божественно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова